И возвращаясь к теме узбекско-итальянского взаимодействия. По данным статистики, с 2017 года по 2022 товарооборот между странами увеличился в 2,2 раза. Максимальному использованию потенциала двух стран также уделяется должное внимание. За январь-октябрь этого года нашу страну посетили свыше 23 тысяч итальянских туристов, что по сравнению с прошлым годом больше в три раза. С партнерами из Италии реализуются совместные проекты. К примеру, в Кугдалинском районе Кашкадаринской области запущено новое предприятие по производству трикотажных изделий. Италия является важным и надежным партнером Узбекистана в Европе, с которым в последние годы активизировал сотрудничество во многих сферах. Взаимные визиты лидеров двух стран в последние годы способствуют укреплению взаимодействия и между представителями бизнеса. Как результат, растет число итальянских компаний, направляющих средства в прибыльные проекты. Среди них и знаменитый бренд «Котанелла», который инвестировал 5 миллионов долларов для запуска фабрики по выпуску 8 миллионов трикотажных изделий в год. Уже на первом этапе создано 100 постоянных рабочих мест. Установлено современное оборудование, позволяющее экономить ресурсы, добиваясь при этом высокого качества. Первая партия экспортной поставки уже реализована. Мы пригласили специалистов из Албании и Италии, которые полностью обучили наших работников всем необходимым навыкам. Мы перерабатываем местное сырье, а выпускаемые готовые изделия экспортируем в страны Европы. На последующих этапах проекта будут обеспечены работы еще 500 жителей Кукдалинского района. Вопросы расширения деятельности предприятия были обсуждены в ходе визита итальянской делегации в регион. Мы приступили к этому проекту еще два года назад. Все началось с нашего участия в бизнес-форуме, где выступал президент Шавкат Мерзиёев. Он в своей речи рассказал о принимаемых в вашей стране мерах по улучшению инвестиционного климата. Это нас и подтолкнуло на реализацию проекта. Мы изучили несколько регионов Узбекистана. Как выяснилось, хлопок, выращиваемый в Кашкадаринской области, наиболее благоприятно подходит для нашего продукта. Проект является продолжительным, и мы намерены увеличить наши производственные показатели. Итальянская сторона отметила условия для бизнеса, создаваемые согласно постановлению президента. И, как было подчеркнуто, эти возможности позволяют реализовать проект в полной мере и расширить производство компании. Речь о налоговых льготах, таможенных привилегиях, надежном законодательстве, наличии сырьевой базы. Так, до конца года стороны договорились реализовать экспорт готовой продукции на полмиллиона долларов. Должное внимание будет уделено использованию местного сырья и дальнейшему внедрению самых передовых методов.